Где-то в одном из одесских борделей. Йося! Йося! Мальчик мой! Наконец-то мы пришли в то место, Йося, из-за которого ты так редко виделся с папой. Мама, я боюсь. Не бойся, Йося. Мама пойдёт с тобой, будет держать тебя за руку. Мама, я этого и боюсь, мама. Йося, ты уверен, что не хочешь, чтоб мама пошла с тобой, а вдруг тебя обманут? Мама, как меня обманут? Йося, ну у тебя же никогда не было секса. Как ты поймёшь, что это секс? Мама, мне 40 лет, я как-нибудь разберусь, хорошо? Боже, Йося, как летит время. Только вчера я кормила тебя с ложечки. Только вчера ты не умел разговаривать. Буквально вчера ты бегал с голенькой попкой по квартире, а сегодня у тебя уже будет секс. Мама, я вчера выпил. Мне вчера было плохо. Зачем вы вспоминаете про вчера, я вас ещё раз спрашиваю. И хватит разговаривать со мной, как с маленьким ребёнком. Я уже давно преподаю в университете. Я помню. Заодно мы здесь посмотрим, кому. Добрый вечер. Меня зовут Эльвира, и наша лавочка любви к вашим слугам. О, Эльвирочка, Йося, ты видел? Эльвирочка, здравствуйте. А мы как раз с Йосей. Это мой сын, познакомьтесь. Шалом. Мы пришли, чтобы Йося узнал, что такое нематеринская любовь, и что оргазм бывает не только от форшмака. Понимаете, да? Вы успокойтесь, вы на правильном пути. Только, Эльвирочка, я прошу вас обратить внимание, мой Йося очень впечатлительный мальчик. Когда-то в детстве он увидел, как петух топчет курочек, и теперь думает, что в постели мужчина должен топтать женщину. Мама, я готов. Мама, я готов. Йосичка, это не сейчас. Йосичка. Да, я вас поняла. Вот вам каталог. Выбирайте, Йосе, курочку. Кстати, вначале идут те, что подешевле. Подешевле? Да. Я еще не видела их, но они мне уже нравятся. Ой, Йосичка, давай посмотрим. А ну. Ого. Йосичка, посмотри. А как тебе эта женщина легкого поведения с тяжелой судьбой и телосложением? Мама, вы же сами говорили, что мне жирного нельзя. Йосичка, тебе не угодишь. Ладно, Йосичка, а это? Что это? Мама, это похоже на какую-то бабку. Что значит на какую-то? На конкретную твою бабушку, Розу Семеновну Крузенштерн. Подождите, что вы хотите, чтобы я лег с ней в постель? Я же буду представлять, что это моя бабушка. Йосичка, Йосичка, ты стал такая цацца. Дедушка же как-то себя заставлял. О, Йосичка. А вот, а вот смотри. Что вот, мама, у нее деревянная нога. Йосичка, сколько раз я тебя учила. Никогда не оценивай человека по внешности. А вдруг это красное дерево, Йосичка. Мама, давайте возьмем вот эту. Посмотрите, какая она красивая. Йосичка, ты помнишь, как я тебя учила? Когда ты учишься играть на гитаре, то нужно это делать на плохонькой, с металлическими струнами. Жесткими такими, чтобы потом на хорошей гитаре играть было намного легче. Ты понимаешь, на что я намекаю? Да, мама, вы намекаете на тот случай с гитарой, когда вы без стука вошли ко мне в комнату. Я вам еще раз повторяю, все было не так, как вы себе представляете. Ну ладно, Йосичка, а ну-ка, посмотри, как тебе это? Мне это не нравится. Подумай. Я подумал, мне не нравится. Йосичка, ну, мам, нет денег на то, что тебе нравится. Хорошо. Извините, Эльвирочка, пожалуйста, скажите, а можно смотреть на эту, а спать стой? Можно, но эта будет стоить в два раза дороже. Так бы и сказали, что не можно. Что ж вы за человек, ну? Пикантный вопрос. Может быть, вы хотите заняться сексом под шум моря? Конечно. Что за вопрос? Мама, я готов. Купите ракушку. Так, какую ракушку, Эльвирочка, пожалуйста, не вешайте нам на уши свои ракушки. Мой сын ничего не выбрал курочку. Как я могу выбрать курочку, если мы еще не договорились о цене? Сколько стоит час? Сто долларов. Сколько? Сто долларов? Да мой Йосик никогда не работал за такие гроши. Это вы платите нам. А, так это сумасшедшие деньги. Йосик, Йосик, тут сильно дорого. Йосик, может, пойдем домой и сделаем как в детстве? Как, мама? Ты просто посмотришь, как мама купается и пойдешь плакать? Мам, господи, подождите, пожалуйста. Эльвира, скажите, пожалуйста, если я не хочу целый час. Я могу полчаса за 50 долларов. Я понимаю, к чему вы клонитесь, поэтому сразу предупреждаю. Побыть минуту за полтора доллара у нас тоже нельзя. И вообще, слушайте, у нас здесь не привоз, хватит торговаться. Я не торгую, Эльвира, поймите меня правильно. Я взрослый интеллигентный человек. Я обсуждаю с вами снижение стоимости. Допустим, будет ли это стоить дешевле, если все это произойдет на моей простыне? Нет. Скажите, Эльвирочка, а могу ли я оплатить услуги по своему пенсионному? Нет. Старость здесь не уважаю. Скажите, а безналичная форма расчета есть у вас? Да, конечно. Тогда я оплачу субсидии. Так тоже нельзя. Послушайте, хорошо, давайте, допустим, я вам дам 100 долларов, но можно сюда придет моя девушка и посмотрит, как тут все правильно делать? Да, конечно, можно, но это будет стоить 500. Да что ж такое? Это почему так дорого? А почему дорого? Ну вы же хотите купить у нас технологию. Мама, это обдиралось. Это какой-то кошмар. Так я вас спрашиваю, вы будете платить или нет? Йося. Что? Ну, видит бог, нет выхода. Что? Доставай денежку, мой мальчик, давай. Я прошу прощения, вы можете показать нам своих курочек не только на картинке? Ну, сейчас, чуть-чуть попозже, подождите. А что он делает? Ну, что он делает? Он достает денежку. Я извиняюсь, у него что, в трусах карманчик? Фу, какая вы пошла, у него там сундучок. Резной. Все, мама, я все достал. Вот, Эльвира. Вот. Все, что накопил с детства, да? Молодец, сын. Вы пока покажите нам своих курочек, пожалуйста. Да, конечно. Живую. Ой, ну шо, Йосечка? Шо? Надо собираться. Ну. Сейчас мама тут все приготовила. Хорошо. Ну. И главное, Йося, возьми вот эту штучку. Вот эту, в специальном квадратном пакетике. Возьми. Мама, шо это такое? Ну, помнишь, мама с детства смотрела, чтоб ты был в шапочке. Ну. Ну, можно так сказать, это тоже надо надеть. И еще одна специальная штучка в квадратном пакетике. Я так понимаю, что это шарфик, мама, да? Ты такой молодец у меня, Йося. Конечно, разберешься там походу. И все, Йосечка, давай, раздевайся. Да подождите, мама, шо прям здесь? Йося, ты шо, мы заплатили деньги, уже идет время. Зачем тратить драгоценные минуты на какие-то там пуговицы? Мама, не надо, я потом сам разденусь, пожалуйста. Хорошо, Йося, тогда возьми, пожалуйста, вот это. Шо это? Вот это. И еще немножечко песка. Песка. Зачем песок, мама? Если будет позволять поза, незаметно досыпешь. Мама, пожалуйста, я уже полностью о том. Поза. Давай. Если обратить внимание на то, как голосует партия «Слуга народа», создается впечатление, что это не «Зе команда», а «За команда». Но рано или поздно это должно было произойти. Представьте, депутат «Слуги народа» впервые в жизни проголосовал против. Итак, где-то в туалете Верховной Рады. Смотрим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй, как же так произошло, господи. Я же только в Киев переехал, а? И еще в ноябре три свадьбы отвезти отказался. Ну что же это такое? Вот ты так пожил. Теперь начальство, если узнает, что у меня пропало стадное чувство, они же меня уволят к чертям собачьим. Господи. Какой кошмар. Саня. 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 Сань. Что? Ты тут вообще? Влад, ты что ли? Да, выходи, выходи. Как ты так умудрился-то, а? Не знаю я. Я не знаю, как в тумане все на эту красную кнопку нажал и все. Что теперь делать? Я не знаю, нас такому в Трусковце не учили. Понимаешь, как ты вообще смог? Нам же специально эти значки «Слуга народа» выдали зеленые, чтобы ты не перепутал. Не знаю, я же тебе говорю, не знаю, как это получилось. Что там происходит вообще? Стефанчук ходит в параде и ищет, орет. Чего орет? Говорит, где этот ведущий свадеб? Лучше бы мы вместо него тренера для собак взяли, он хотя бы команды понимает. Говорит, полно было достойных людей. Доставщик пиццы, официант, свидетель Яговы. Ну, все вот эти профессии без собственного мнения. Ой, боже мой, какой кошмар. Так, все, Саня, успокойся, успокойся. У тебя история голосования положительная? Нормальная. За неприкосновенность быстро проголосовал? На первой секунде. А за импичмент? Ты там что-то отвлекся, на третий где-то. На третий поздно, Саня, могут придраться, понимаешь? Я вот меньше, чем за секунду голосую сразу. Тебе хорошо, тебя из брейн-ринга взяли. А мне теперь хана. Это все юзик виноват. А при чем тут юзик? Ага. Сказал, что кнопка бутафорская, решил пошутить. Всю жизнь не шутил, тут вдруг раз решил пошутить, понимаешь? Ты не заводись, ты хоть помнишь, против какого закона ты против проголосовал, а? Откуда я знаю, мы шо, их читаем, что ли, ну? Так, давай я сейчас на сайте Рады посмотрю быстренько. Твою мать. Что? Президентский. Ой. Неотложный. Ой. Какой кошмар. Да главное теперь, чтоб этот не узнал. Этот, который этот? Этот, который вот этот. Слушай, Влад, я тут подумал. А? А может мне зайти в Инстаграм к Зеленскому и все фотки пролайкать, а? А ты шо, до этого не лайкал или шо? Нет. Как ты в Раду попал? Ты блатной или шо? Почему сразу блатной? Не блатной, а у меня, между прочим, четвертый созыв. Ты впервые в Раде. Какой четвертый созыв? Да я до этого в «Слуге народа» три сезона подряд депутатов массовки играл. Поэтому четвертый созыв, вот и все. Господи, что ж теперь будет, а? Какой кошмар. Отче наш, ЖС на небеси, да садится имя твое. Сань, ну как-то у них в туалете некрасиво молиться, ну. Депутаты прошлого созыва тут кокаин нюхали. Восстановим баланс. Отче наш, ЖС на небеси. Сань, успокойся, давай успокойся. Давай сыграем в нашу игру, которую мы в зале заседания постоянно играем. Бывшие профессии депутаты нашей фракции. Давай, давай, хорошо. Я начинаю, значит, актер. Рекламщик. Нака, культурист. Чележурналист. Нате, тральщик. Да нет такого, тральщик. Да есть тральщик, половина наших в Кабмин ушло, список подвинулся, появился тральщик. Хорошо, мне на К, на К, на ГАС. Кандидат на УК. Ой, не милить сипуху, я тебя прошу, нет у нас таких. Сань, мало, но есть, поверь, я тебе серьезно. Мало, но есть. Слушай, слушай, а может руки себе оторвать? Вот оторвал руки, смотри, не мог, не голосовал я, все. Не могу. Нафига ты партии «Слуга народа» без рук? Не проголосовать, не поаплодировать после этого всего, ты понимаешь? А, кошмар, я сейчас сойду с ума, Влад, сойду с ума. Точно. Помнишь, в интервью Богдан говорил, что во фракции есть сумасшедшие? Может, это ты? А может, это и я? А может, и я? Может, сейчас в параде начну вот так ходить? О-о-о. Да, начну Порошенко аплодировать, когда он на трибуну будет идти. Вот так буду идти, да. Вот так, раз, и все. А еще завтра два раза против проголосую, чтобы точно сказали, что я сумасшедший. Красавчик, товарищи, надо. Тихо, кто-то идет, тихо. Что? Богдан, ну не надо за мной ходить. Я в туалете без твоих подсказок справлюсь. Да, поспать бы не мешало, конечно. Ну так гораздо свежее. Разумков. Да, Дима. Владимир Александрович, у нас тут в партии проблемка. Что, опять люди нужны? Слушай, ну у меня там в Твиттере какие-то подписчики были. Ну я сейчас гляну. Да нет, у нас тут один депутат, короче, против проголосовал. Так. Ну, а вы вычислили уже предателя? Нет, пока еще нет. Как нет? Здрасте. Здрасте. Я перезвоню. Подожди. А чего ты не в зале для голосования? Так я, этот, я уборщик. Да, но сейчас-то ты уже депутат. Все, забывайте это свое прошлое. Идите голосовать. Хорошо. Да, конечно. Стоп. Подожди. А это не ты против проголосовал? Владимир Александрович, простите, пожалуйста. Я случайно. Я просто кнопки перепутал. Кнопки перепутал. Да. Иди сюда. Что? Иди сюда, говорю. Каким пальцем ты кнопки перепутал? Вот эти. Клади сюда пальцы. Зачем? Сделай в головах. Клади, давай. Не надо, зачем вы это делаете? Не, я просто не увидел, за какой голосовал закон и не проголосовал. Не увидел. Не увидел. Каким глазом ты не увидел? Давай его сюда. Не надо, Владимир Александрович. Ну правда, я просто место перепутал. Место перепутал? Да. Каким местом ты место перепутал? Снимай штаны, говорю. Не буду я снимать. Так, подождите, это уже ни в какие рамки не лезет, нас, между прочим, тут большинство. Мы, если захотим, мы вам тут такое устроим, мы вам не марионетки, понятно? Так, только не надо на меня давить, на меня может давить только мой шестилетний сын. Он, кстати, звонит. Да, Кирюш, привет, как дела? А, ты по делу? Ну, как я быстрее рынок земли запущу? В смысле, по НАТО поменять чуть-чуть риторику? Кирюш, я и так взял Тищенко в Раду, потому что он тебе, как ведущий ревизора, не нравился. Слушай, ну не дави-то на меня, дома разберемся, все. Иди голосовать, я сказал, я перезвоню тебе. Слава Богу, Господи Боже. Ну, все, Сань, теперь тебе точно хана. Че это хана? Тихо. Решение принято. Триста шестьдесят один за, проти нуль, утрималось один. Відсутні двоє. Твою мать, по що ты меня впутал вообще? Да я тебе ни во що не впутал, приняли закон, все хорошо, в чем дело? Ты понимаешь, що вони эти законы, в принципі, без нас принимать могут? Та ніхто без нас не че... Тихо, Саня, нічо личного, я в комитете должен себе проявить, а где как не здесь я себя проявлю, мне сказали, що я должен тебе проявить. Да че ты-то делай? Все, все, хватит, хватит уже, успокойтесь, все, уже забыли про ваше голосование. В смысле, забыли, в смысле? Да там в Раде Белинюк уснул, все внимание на него переключилось. Пошли, спаситель нашим. Спасибо, спасибо, спасибо. А мы продолжим, вы знаете, я не случайно так нарядился. Немножко классики в вечернем квартале не повредит. Вы знаете, многие зрители, которые приходят в оперу, делятся на две категории. Одни думают, ну нахрена я сюда приперся? А другие, более интеллигентные, думают, ах, ну зачем я сюда пришел? В общем, думайте, что хотите. У нас опера Евгений Онегин. Итак, встречайте, Евгений Онегин. И Владимир Ленский. Отрывок из оперы «Дуэль». Прошу, господа. Нет, я слов не знаю. Я тоже. Ребята, какая разница, это опера. Тут слов вообще никто не разбирает. Поэтому они слушают. Хоть и что угодно. Главное, тезисы основные. Вы давайте и все. Яс, работаем. Хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм. АПОДИСМИ Идем Идем Из-за бабы не дала тебя. А-а-а! Руя! Разменяйте! Руля в ней или палка? Мне пистоль! А ну, палка! Мы в фильмы стрелять забудем. Задумал. Люди спят в лесу. Начнём! А вот пистолеты уж блеснули. Гремит ошом полмолоток. В граненый ствол уходят пули. И щёлкнул первый раз курок. Стреляйтесь! Сударь, я не буду. Я не понял. Что тут не понять? А вдруг судьба так напророчит? Гарантом Ленской может стать? Начнут Онегина за это по всем инстанциям таскать. Что происходит, я не понял. М? У нас опера. Я Ленский. Конечно, скажут. Стрелял в Ленского, попал в Зеленского. Я не знаю, как оно весной там повернётся. Послушай. Что? Ты скажешь что-нибудь? Что я должен сказать? Ты сам знаешь что? То, что все уже давно знают. Что все знают? То, что все знают, а ты никому не говоришь. Всё. Что я всем никому не говорю? Я не буду стрелять в возможного президента. Всё. Что? Ты же идёт? У нас театр. Это опера. Так, всё, ребят, давайте по тексту. Я вас прошу. Давайте по тексту. А вот порох струйкой сероватой на полку сыплется. Чего? Вдруг пороха вы сюда приплели? Я теперь точно стрелять не буду. Какой-то кошмар. Это не тот порох. Онегин по тексту. Вот порох струйкой сероватой на полку сыплется. Я всё равно не понимаю. При чём здесь Порошенко? При чём сыплется вдруг Вова? Какой-то кошмар. Ты будешь стрелять или нет? Чего стрелять? Ах, хорошо. Сёба, возьми пистоль, сбахни в меня. А, да, я не могу. Что ты не можешь-то, а? У тебя паспорт русский? Ну да. Ну всё. Тут тебя не тронут. Там тебя наградят. Давай. Что-то непонятно. Да при чём здесь это? Что? Я секундант. Ты секундант. Кто-то может меня бабахнуть сегодня? Не надо кричать сейчас. Спокойно. Дамы и господа. Поднимите руку, кто будет голосовать на выборах за Тимошенко или Порошенко? Есть кто-то? Так. Ничего себе. Можно вас, молодец, идите сюда? Давайте, действительно. Давайте уже закончим эту оперу в конце концов. Супер! Давайте по Владимиру Смельчаку! Велкам, велкам, добро пожаловать! Наконец-то! Ничего тут, знаете, сложного нет. Да. Надо Вова нашу пальнуть и всё. Надо в него стрельнуть разок. Вот, держите пистолет, всё будет хорошо. Давайте. Не, не надо, у меня свой. Слышь, ты! С ума сошли, Слышь! Какой свой? Давайте мы вам перезвоним. Мужчина во что? Старе! Всё, тихо. Жень, давай. Мы будем стрелять или нет? Жень, я тебя предупреждаю. Если ты в меня сейчас не стрельнешь, я тебя уволю. Оооо, как оно пошло! Да всё? Ага, хорошо. Раз ты такой нудный, ладно! Наконец-то! Как там у Пушкина, Стёп? Зарецкий тридцать два шага отмерил. Всё хорошо. Тридцать два, считаем. Поехали! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь... Ленка, слушай. О, Женька. Как хорошо, что я тебя здесь встретил. А что? Слушай, можешь мне помочь, пожалуйста? Женечка, я могу, просто я уже для следующего номера переоделась. Ну, ничего страшного, там делов-то, Вова наш, мальнуть и всё. В смысле? Жень, я не могу, да я в другом образе, Жень. Ну, ничего страшного. Да я вообще не подхожу вам, Жень. Да при чём подходящий пойдёт? Да при чём? Ты ж подружка мне, в конце концов. Ну, давай. Опача! И номер сразу другими красками заиграл, да? Да. Так сказать, на злобу дня. Согласись, братан, если тебя застрелит Тимошенко, будет лучше и логичнее, чем какой-то... Пфф, Анегин. Стреляй, Лена. А бог снимал! Евгений Анегин, письмо Татьяне, я вам пишу, я к вам пришла, чего же боле, ну, как в школе-то. Я вас убью, чего же боле, что я могу ещё сказать? Тут говорить ничего не надо, а тут надо в этого шмалять. Ага. Не буду врать. Я с наслаждением в его за кубики шмальну. За наглость и за оскорбление, что заставлял носить косу. Хотя... За это что-то будет мне? Ну да, статья. Владимир Душка. Просто загляденье. А он о вас другого мнения. В курилке он шутил про ваш гулящий нрав. Ох! Ну что ж, Владимир в чём-то прав. Ещё про ваш излишний вес. Зимой он был, к весне исчез. А профиль ваш узрев съязвил, что вы, Татьяна, крокодил. Тут он не первый был столь мил, супруг его опередил. Стреляй, коза, уж нету мочи. Секрет открою, между прочим. При всех я у него коза, но зайка и кличет за глаза. Так, всё, хватит, я не хочу. Даже сами решайте тут всё. Ну дайте мне свободу. Стрельните хоть в руку, в ногу, хоть во что. А давайте подождём три года, там будет видно хоть за что. Ну ладно, раз рукой и сердцем слаб, пускай в меня шмальнёт араб. Мика, что ты стоишь, стреляй. Вов, я не араб, я армянин. Какая ни разница, акцент у вас один, давай. Господи, началось. Убейте его кто-нибудь, уже я вас прошу. Давайте закончим эту оперу. Я прошу прощения. Вы мне подскажете, как пройти по мажоритарке? Паша, убери это. Что это такое? Снотворное. Какое снотворное? Это коньяк. Слушай, ну если я от него нормально сплю, почему это не снотворное? Так, я вас предупреждаю. Если сейчас вы меня не стрельнёте, я точно от вас уйду. Что? Давай, давай, давай. Пусть идёт. Пусть идёт, иди. Он туда, Порошенко, сюда. Это, кстати, хороший обмен. Нормально. Нормально. В смысле? Что за нормальный обмен, а? Да потому что. Ты вечно в личную жизнь людей вмешиваешься. Саша не пей, Женя не ешь, Лена не опаздывает. То ли дело Пётр Алексеевич. Вообще в дела людей не лезет. Тупо своими занимается. Деликатный человек, понимаешь? Понимаешь меня? Хватит на меня дышать. Слушайте, ребят, я честно говоря, почему именно пистолет? Есть же другие способы, но в конце концов. О, алкоголь. Медленно, но верно. Правильно? Юзик, дай ему. Что значит Юзик, дай? Он на смерть не скидывался. Хватит. Дай. Юра, я тебя прошу как друга, пожалуйста. Нам надо закончить этот номер. Стрельни в меня. Вова, я не могу. Мне вера не позволяет. Во что мы такое верим? Ну, я верю в то, что если выстрелить человека, можно сесть. Это идиотизм. Всё, Владимир Яниш, я вас стрельну. Вот. Вы лишь ответьте, уж всех достал этот секрет. Что хотите вы услышать? Так вы идёте или нет? Идёшь или нет, скажи всем правду. И так вокруг одни лжецы, не то вот этими руками тебя лишу я хрипации. Мой милый лжий, Отпустите. Я вашей дружбой дрожу. Как Ленский, честно, то иду я. Слава Богу. Да. А как Зеленский, через пять минут скажу. Да, отante боёва, Иди отсюда. Я тебя скажу! Я тебя скажу! Пять минут! Я тебя скажу! Пять минут! Люди каждый год с волнением их ждут Люди верят словно в чудо Просто так оно и будет Как задумал в эти пять минут Поздравляем страну Твой часов раздастся вскоре Подожди пять минут Там не все пока что в сборе В Черновцах и Днепре Люди что-то дорезают А в Одессе мужичок только елку покупают Холодец не застыл Сумок шпроты не открыты А в Херсоне не налиток Пять минут кому-то может не хватить Занести, отжать, продать и распилить Но зато порой кому-то хватит И одной минуты на Олимпиаде победить Пять минут, пять минут Это мало, это много Это кто как привык Подводить свои интони Для Ляшка пять минут Балува, то для Пруковы Мэр столицы в пять минут Выдает четыре слова Президенту страны А объяснить, что сделал за год и пять минут Не надо Ну а нам достаточно Не разлито В Черновцах и Днепре Уж застыло заливное А в Одессе мужичок Ему нарядил семьёй И скажу от души Без улобок и намёка С Новым Годом! 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 Ли, это с новым! Ну конец! Спасибо! С Новым Годом! Спасибо большое! С Новым Годом, дорогие друзья! Студия квартал 95! Дякую ему! Хай счастлив! С Новым Годом! Ну знаете, в каждой стране есть ряд лиц, владеющих государственной тайной У нас это Андрей Порубий, потому что даже если он ее кому-то расскажет, все равно никто ничего не поймет. Виталий Кличко, потому что даже если он ее поймет, все равно никому рассказать не сможет. До недавнего времени это был Николай Тищенко, но недавно он всем ее разболтал, и теперь о том, что Украина — это насос, знает вся страна. Да, так вот представьте, президент Украины Владимир Зеленский получил доступ ко всем государственным тайнам. Смотрим. Вовочка, ты? Привет, дорогой, заходи. Вов, привет. Да, Леночка, привет. Как дела? Нормально. Ужинать будешь? Да, да, конечно, конечно. Буду кушать, буду кушать. Да. А что ты сегодня такой загадочный? Загадочный? Ну, понимаешь, мне просто как президенту открыли доступ ко всем гостайнам. Да ты что? Серьезно? И что там? Что, что там? Ну, расскажи. Блин, я не могу. Что значит расскажи? Почему? Ну, я бумагу подписывал. Это секретная информация. Ты что? Ну, что? Ну, Вов. Ну, Вов. Ну, пожалуйста. Ну, Вов. Ну, давай. Ну, если ты потом кому-то расскажешь. Никому, Вовчик, никому. Только никому. Угу. И маме. Да, ну, ни в коем случае. И моей маме. Тем более. И ребятам из квартала ни слова. Вов, ну им это зачем? Да я их знаю, они потом про это номер напишут. Да ну, перестань, давай. Да. Интересно. Ну, слушай. Короче, Порошенко. Так. Он же Липецкую фабрику еще тогда продал. Кому? Я не могу это сказать. Это тайна. Да ну ладно, Вов. Лена. Ну, пожалуйста. Ну, скажи. Ну, намекни хотя бы. А-а-а. Что ты акаешь? Я говорю намекни. Шо? А-а-а. Не слышишь, что я говорю? Намекнуть можно? Да намекай уже. А-а-а. Я понял, извини. А еще. Слушай дальше. Помнишь, ядерное оружие, которое мы при Кравчуге типа отдали? Угу. Мы же вот типа отдали. Ну? Ну, отдали типа не все. Серьезно? Да. Самое мощное с повышенным содержанием урана хранится у нас. Как это? Где оно хранится? В надежном месте. В надежном. Шо я замолнил. Секунду. Значит, часть оружия дома у Парумия. Часть у Яценюка, понимаешь, да? Понятно. Теперь все. Ну, самая большая часть дома у Гордона. Насколько большая? Ну, если у него 16 квартир, как ты думаешь? Ага. Ну да, точнее. Слушай дальше. Угу. Кравчуг же никому не сдавал. Кравчуг же никому не сдавал. А куда он их делал? Засекретил. Да? Кравчуг. Ага. 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 Все. Все, теперь забудь. И на Луне мы первые побывали. Да, ну ладно, Вов. А Армстронг? Да, он украинец. В смысле? Это псевдоним. Его настоящая фамилия была Незнайко. Правда? Да. Ну и что? Ну Незнайко? Ну как что? А ты представляешь, как потом бы нас засмеяли в иностранной прессе? Незнайко на Луне. Ну да, понятно. Там столько секретов открылось. Что еще? Что еще? Я просто... Если остальным дают искаженную информацию, то президентам реально докладывают все о состоянии дел. Всю правду. Прямо вот все по часу? Вот все абсолютно по часу. И кучами докладывают. И кучами. И Януковичу. И Порошенко. А что ты думаешь, они все так бухали? Точно. Понятно. А еще есть? Да, я тебе сейчас такое скажу. Я обалдел просто. Ты знаешь, что между Кучмой и Януковичем, оказывается, был еще один президент. Кто? Некий Ющенко. Да ладно? Я сам в шоке. Короче. Ты знаешь, что когда Янек пришел к власти, Янукович, его сразу стали учить языку? Ну, понятно, украинском. Не, вообще с нуля разговаривать. Да ты что? Ого. Помнишь, он в Межигорье бегал по пенькам? Ну. Он же не просто так бегал. А что он делал? Он передавал шифровки в Кремль. В смысле, как? Ну, так. Там каждый пенек – это отдельная буква. Смотри, что он за это время успел там набегать. Смотри. Прием, прием. Готов выйти на связь в следующий понедельник. Идея. Или вот. Вас понял. Жду дальнейших указа. Понятно. Все безграмотно. А почему все сообщения обрываются? Ну, выдыхался старик. Ну, да. Он, кстати, при помощи этих пеньков, при помощи пеньков, задал им тогда судьбоносный вопрос. Какой? Смотри. Я отказываюсь подписывать декларацию с ЕС. Да. И из Кремля ответили «да». Каким образом из Кремля? Вот таким. Смотри. Теперь все ясно. Вот. А венок вот этот, который ему по голове заехал, нам же не все тогда показали. А что нам не показали? Как Янукович его в ответ пинал. Да ты что? Конечно. А повариху Януковича помнишь? Повариха, да. Повариха, да. Но это же никакая была не повариха. А кто? Агент ФСБ Андрей Петров. Да ладно? Ну, который прошел все стадии психологического принятия. Ух. Сначала терпел, потом смирился, затем полюбил. Обалдеть можно. Да. Даже надо, а? Я тебе больше скажу. Коломойский же все это время сидел не в Женеве. А где? В банкомате Приватбанка. В смысле? Вот в том самом, да? На Бессарабке, который только принимал, но не выдавал, да? Возвращал свое по частям. А самик Шустер. А что он? А что он? Это же не человек. А кто? Это кукла. Да? Да. Его вот так вот на руку надевают. И вот так вот им управляют. Ну, что ты говоришь? Кто надевает? Ну, кто не брезгует, тот и надевает. Ну, это все ерунда. Я сегодня такую страшную тайну про Андрея Богдана узнал. А ну, расскажи. Это показывать надо. Ну, смотри. Увеличивай фото. Ага. Давай, увеличивай. Ну. Еще. 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 Да ладно? У Богдана есть глаза? Да. Еще все вот это, да? Я сам реально испугался. Сейчас, подожди. Нужно сжечь доказательства. Да перестань. Что? Ну, что ты в самом деле? Ничего не надо. А то, что Ляшко старался врате не пропускать ни одной драки. Знаешь, что? Чего? Потому что ему нравится, когда его бьют. Почему? По качану. Я в шоке. А ты в курсе, куда девается весь добываемый в Украине бурштин? Куда? Куда? Его весь скупает москаль Геннадий Геннадьевич. Серьезно? Да, у него амбиция. Зачем ему столько? Он хочет огромными буквами из бурштина написать на 20 гектарах земли и слова из трех букв. Господи, для чего? Чтобы все видели, что мат, это красиво. Да. А знаешь, какой вот больше всего меня удивил, вот секрет, самый удивительный. Какой только тихо. Короче, только никому. Да. Динамо Киев вот так вот умеет играть в футбол. Да? Только это такая тайна, что даже тренер об этом не знает. Да. Что еще? Мне же открыли не только наши тайны. А какие еще? Мировые тайны мне открыли. Лена. Это что? Мировые. Одну. Пожалуйста, одну. Нет. Ну, пожалуйста. Ну, Вов. Давай. Ну, вот. Идешь. Молодец. Короче, провели исследование. Угу. У Путина в голове на самом деле Что? Я говорю, у Путина в голове на самом деле Я не понимаю, что у Путина в голове. И никто не понимает, что у этого Путина в голове. Я понимаю. Ты знаешь, я тоже должна тебе открыть кое-какую тайну. Спасибо. Все, что ты мне сейчас рассказал, я уже знала. Откуда? Я сегодня с девочками встречалась. С какими девочками? С женой Боганова и подружкой Богдана. Лена. Ну что? Я бумагу подписывал. Ну, Вов. Ты же прикалываешься? С ле-ви. Алло, Настя. Да, все совпадает. Не, Настя, не надо. Какой фейсбук? Какой фейсбук? Лена. Подожди, ну не нужен пост. Какая Настя? Все нормально. Серкалашн. Д sundação. Соркалашн. Продолжение следует...